Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике с Андреем Дуйко. Очень рад вас сегодня здесь всех видеть и слышать. Ну что ж, давайте начнем. Для того, чтобы вы не думали, что данная запись является не стрим-трансляцией, сразу же хочу вам написать, кто здесь сегодня участвует. Итак, 1614 Лин, 1701 Елена Бразюнас, 1711 Полина и так далее. Таким образом, вы видите, что я отвечаю на ваши вопросы онлайн и хочу сказать, что мне это несложно делать. Итак, 1614 Лин. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Такое везение в жизни. Спасибо вам. Все в шоке. Как такое возможно с эзотерикой? С эзотерикой возможно. Подскажите, пожалуйста, встречу ли я свою любовь в этом году? Да, а замуж выйду? Скорее всего, в этом нет. Но в скором времени наверняка. Я хочу вам сказать, счастье любит тишину, поэтому не рассказывайте никому о своем счастье. Почему все так устроено? Я когда-то говорил об одном из, наверное, об одной из эзотерических тайн. Смотрите, как все устроено. Когда человек начинает всем рассказывать о том, что ему везет, о том, что в жизни у него все хорошо, то окружающие люди могут ему завидовать. И человек начинает думать, надо же, вот ему хорошо, а мне плохо. Вот ему хорошо, а всем вокруг плохо. Вот он выделывается, а всем вокруг плохо. И так далее. Таким образом, и вот такой неумный и начинается. Это все создает ментальный образ и ментальные сети. Такие ментальные сети могут, знаете, как красивая картинка, об которую все вытирают грязь. Или красивая картина, которая без оболочки находится в музее. На нее садится пыль. И вот такая картинка, она засоряется. Вся наша жизнь это определенная картина. Если посмотреть на любого человека, он как в витрине. У него красивая душа, красивое лицо, красивое тело, красивая одежда, красивая жизнь. Он улыбается или у него красивые эмоции. И из глаз случится это счастье и так далее. Но в случае, если человек всем начинает об этом говорить, то, может быть, эта красивая картинка, она может быть заляпана эмоциями чужими, которые немного негативны. И эта красивая картинка под этим слоем может немножечко утяготиться. Потому что любое счастье поднимает человека к небесам, а любое горе опускает человека. Так любая зависть, она может человека опускать. Не напрасно я говорю, что когда у вас счастье есть, и оно радостное, и потом по чуть-чуть все исчезает, выполняйте практику, как будто вы вымываете, берете тряпочку и моете лобовое стекло. Помните, я рассказывал? Так и зрение, кстати, улучшается. Выполняется практика так. Берет человек, приставляет ведро, вмокает в него тряпочку, отжимает и представляет, будто перед собой зеркало, или не зеркало, а стекло лобовое, как будто в машине вытирает. И так несколько раз. Это грубо отмоет вам жизнь от мнений, негативных мнений других людей. А как же, допустим, еще одна такая идея? А почему тогда человек, который говорит о том, что ему плохо, у него не становится лучше? Тоже объяснение имеется. Когда человек говорит то, что ему плохо, то ему 100% не завидуют, но ему сочувствуют, утягощая его проблему. Каким образом? Точно так же. Человек говорит, мне плохо. Рядом человек, которому неплохо, он говорит, ты знаешь, а вот Андрюше или там Петечке, Ванечке, Колечке плохо. И его жена там говорит, да, бедненький, что ж такое? Там еще кому-то рассказали. И получается одевание вновь ментальных сетей, которые для других людей это сформированный ваш образ, который отражается на временном континьюсе или континьюме, который в дальнейшем создает ваш образ в будущем. Таким образом, когда вы захотите выйти из того, что вам плохо, вам, возможно, могло бы помочь вера в Бога или вера в будущее, или вера там во что-то, или там звезды и так далее. Но вот этот образ, который был создан предварительно тем, что вы бесконечное количество, огромному количеству людей жаловались, их сочувствие помешает вам вырваться из вот этих сетей вашего персонального образа, который сформирован вами, когда вы рассказывали об этом дополнительно чужим людям. Поэтому счастье любит тишину, радость любит тишину. Когда хотите что-то сделать, делайте тихо, так, чтобы никто не знал. Когда вам плохо, молчите. Это одна из тайн эзотерики, которая называется «Знание работы ментальных сетей или ментальной энергии». Не напрасно, в народе есть такое понятие, вернее, есть такое понятие, которое ввел в свое время психолог Карл Юнг, которое называется «Ментал». Ладно. Или «Ментальная человеческая энергия». 17.01. Елена Бражунас. Здрасте, учитель. Здрасте. Спасибо огромное за ваши советы. Счастье быть частичкой школы. Низкий поклон за все, что делаете. Спасибо. 17.11. Полина. Добрый вечер, Андрей Андрей. Честно говоря, я не ожидал такого. От практик действительно все работает, если правильно все делать. Большое спасибо вам, чувствую себя прекрасно. Хочу вам посоветовать обязательно, если вы не являетесь учениками моей эзотерической школы, то вам необходимо просто сегодня начать это делать. Обязательно сегодня начните проходить мою первую ступень эзотерической школы. А еще, вы знаете, что я разработал целый ряд курсов. Это курсы по изменению человеческого, наверное, бытия и вашего сознания, и мира вокруг вас в сторону, которая вам интересна. То есть я разработал программы такого индивидуального личностного роста. В случае, если вы больны, есть специальные семинары, которые я создал, и они продаются на моем сайте Дуйко Гуру. Здесь вот он указан. Допустим, семинар может называться «Обрядовая магия», где я рассказываю, как помочь человеку не принимать алкоголь. Или есть семинар «Избавление от зла», где я рассказываю, как избавиться от каких-либо влияний кладбищенской магии. Есть «Убирание порчи из глаза» семинары, есть «Развитие ясновидения», есть «Развитие астральной левитации». Также есть семинары такие, что говорят индийские боги. Это семинары «Ченнелинги» или «Тибетская магия», где дают целый ряд практик всевозможных. Огромное количество, огромное просто мультиогромное количество эзотерики, которые объясняют и почему, из-за чего все неправильно происходит или правильно. Часто человек задает такой вопрос или задается таким вопросом. Он говорит «Андрей Андреевич» или он так сам говорит «Надо же, я все в жизни понимаю, все в жизни знаю, все у меня происходит хорошо. Но почему мне в жизни не везет? И так не везет, и так не везет, и так не везет». Ну обычно я говорю так, знаете, есть робот, допустим, ему вложили сюда какую-либо программу информационную, и он делает это согласно своей информационной программе. И когда, допустим, вот у меня была такая идея, я имею вот такой телефон, и до этого у меня был другой телефон, и я решил более новый себе телефон купить. И когда я купил более новый, то взял старый и говорю «Надо же, я ничего не заметил, по моему мнению, что старые, что новые, одинаковые». И мне говорят «Нет, в нем другая оболочка и другая программа, другая информация, он по-другому работает, быстрее реагирует. Это в этом их разница». Я говорю «Да, сразу и не скажешь». Точно так же и в человеке. Знаете, очень часто человек ищет все во внешнем проявлении, в чем-то еще, но это все неправильно. Почему? Значит, не хватает каких-то знаний. Очень часто для того, чтобы просто глобально изменить свою судьбу, человеку достаточно переформатировать оболочку своего сознания и своих чувств, и это тотально изменит его судьбу. Хотите – верьте, хотите – не верьте. А я вообще все время говорю «Никому не доверяйте». Проверьте меня, купите мою первую ступень, пройдите первую ступень, применяйте первую ступень, используйте мои семинары из НГА, и вы увидите, как ваша жизнь самым лучшим образом изменится. Как об этом пишет Полина, которая не ожидала многого от практик, но все работает, если правильно все делать. Слово ключевое в этом всем – правильно. Полина, так же говори. А вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли слушать несколько шумов в день или больше? Можно ли параллельно, например, читать? Нет. Шумы – это особая индивидуальная эзотерическая практика, в ходе которой читать не нужно. А вот слушать нужно. А вы знаете, что шумы работают и в наушниках, и без, но без наушников работают лучше. Поэтому, если у вас есть возможность, слушайте без наушников. Но если нет такой возможности, слушайте в наушниках. Можно ли чем-либо заниматься? Знаете, для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно целый ряд, наверное, исследований провести. И я могу сказать, что у меня на это нет ни времени, ни денег. Я могу сказать, пользуясь исключительно своим, наверное, опытом индивидуальным, что, по моему мнению, как на меня это действует, работа и чтение информационное во время прослушивания шумов ухудшает действие шумов. Но если с закрытыми или открытыми глазами, особенно лежа, включить громко шум, который будет вокруг вас раздаваться, и в шивасане, то есть в процессе лежания на диване, на кровати, ну, на чем угодно, и в процессе расслабления, о чем угодно думать, прослушать такой шум, то это его максимальное действие. Вообще, самое лучшее время для начала прослушивания шума, это восприятие его как медитацию. То есть одеваете наушник или включаете телефон рядом с собой, засекаете одну или там четыре минуты, и с закрытыми или открытыми глазами, в полном расслабленном состоянии, садитесь и слушайте данный шум. Это называется влияние шума, таким образом он влияет на вашу оболочку, на ваше внутреннее ядро, на ваше внутреннее ядро сознания, чувствования и физическое тело. И в этом случае данный шум с утра будет иметь очень такое комфортное и очень эффективное воздействие. Шумы имеют очень мощное воздействие, не нужно себя накачивать шумами, наше сознание очень часто не готово к тому, чтобы принять огромное количество этих вибраций. Это все требует потом реабилитации, восстановления, а энергетическое тело, оно связано с физическим. Так если слушать много шумов, может произойти обострение, как физического тела, своего самочувствия, может подняться давление, или наоборот может быть бессилие и так далее. Аккуратно с ними, это очень мощные энергетические аудиокомпоненты, которые влияют на энергетику человека. Матрицы. Можно назвать их, как в свое время называл Матрицы Горяева, или Гораева, не помню как его фамилию. Можно так назвать Матрицы Дуйко. Наталья Шефис. Здравствуйте. Пожалуйста, смогу я переехать в Санкт-Петербург и устроиться? Нет, и не едьте, не нужно вам это. Влад, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда, что когда отрезаешь на себе, нужно прикусывать язык? Большое спасибо. Нет, это неправда. Валентина РТ. Все люди считают, но правда, знаете, я не знаю, мне для того, чтобы ответить, правда это или неправда, необходимо, наверное, провести исследование. А я, к сожалению, этого сделать не смогу. Куда деваются сообщения? Да что ж такое? Здравствуйте, учитель. Скажите, пожалуйста, как пользоваться колокольчиком? Приобрел у вас, но как правильно использовать и стоит ли вообще? Когда вы читаете мантру, то в случае, если вы почитали мантру, она принадлежит, она принадлежит всему миру. И в случае, если вы читаете ом, а не под махом, а не под махом, а не под махом, то она воздействует на весь мир. А если вы позвонили в колокольчик, то эта мантра начинает действовать и принадлежать только вам. В этом особенность. Смотрите, что обозначает ваджра на колокольчике. Ваджра на колокольчике, о нашел крышечку ура думал потерял спасибо за колокольчик ваджра на колокольчике обозначает сознание и энергия когда человек вот таким колокольчиком звонит то фактически он создает звон энергии сознания и энергия сознания которая вступает в реакцию с мантрой входит в человека освещая его внутренний мир обогащая его а когда вы без колокольчика то вы просто начитали мантру эта мантра может выйти из вашего тела повисеть пространстве и в астральном мире сгореть вот приблизительно так это работает я считаю что после чтения мантры хорошо позвонить в колокольчик а вообще колокольчик и звон в колокольчик это привлечение высших сил или обратить на себя внимание хорошо чтобы колокольчик был хорошо использовать беленькие колокольчики они больше связаны с нашим миром нашего сознания с высшими силами чтобы наши мечты исполнялись а желтый такой желтенький еще бывает он связан со здоровьем человека чтобы здоровье было хорошее чтобы чтобы выздоравливать чтобы надежды появлялись вот здрасте андрей андреевич спрашивает галина киценко давайте сегодня не заниматься гаданиями согласен с вами совершенно согласен но наши ответы на вопросы но гадание не будет конечно всем здрасте родня здрасте все уже начали разговаривать как я все говорят вместо здравствуйте здрасте но это с у меня привычка понимаете а вам не нужно так говорить потому что человек все-таки должен в отличие от меня разговаривать грамотно андрей андреевич мужу ждать сертификат на квартиру или уже не надеется так жаль ждем андрей андреевич уже здесь здрасте 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 добрый добрый предскажите в ай киевы до развиваться у вас нет виктория добрый вечер андрей андреевич добрый вечер всем участка я уже второй раз где-то около четырех часов назад чувствую сильную боль в центре груди что это может быть и что делать в вашем случае вот эта сильная боль это неврологическая боль которая связана с тем что вы простудили центр своей груди возьмите любую согревающие противовоспособность воспалительную мазь вольтарен гитролекс римаксиклам какой-нибудь я не знаю и смажьте ничего страшного это не сердце не бойтесь ничего страшного вообще смогу закончить учебу получить диплом да как мне выйти замуж берете мужчину приходите к нему он становится на коленка и говорит дорогая моя цветок и дорогая моя цветок я тебя поздравляю и ты теперь мой и вы говорите да я согласен согласно все обнимаетесь и целуетесь и замуж вот так выходите появится квартира собственно в этом году нет мне деньги которые жду месяцев нет здрасте говорили у мамы операция прошла успешно низкий поклон спасибо андрей андреевич подскажите пожалуйста могу помириться с мужем конечно подходите к своему мужу и говорите все что я сказала до этого прости меня за это и я тебя прощаю за все что ты сказал с этого момента я тебя обожаю как хочешь считаю до трех говоришь мне я тебя люблю говорим я тебя люблю он говорит я тебя люблю говори мне что я самая красивая ты самая красивая и вы говорите и ты самый красивый я тебя люблю и после этого обнимаетесь целуйтесь конец как люди которые живут друг с другом не могут помириться я понимаю что он живет там на одной точке мира в одной а вы в другой тогда по разозлились поджа у него кто-то появился у вас там кто-то пишет вам там душу терзает а так вместе под одной крышей а если вы уже разошлись то не нужно мириться ищите нового человека почему люди ссорятся люди ссорятся потому что они не ориентируются на любовь я говорю это серьезно человек когда живет он не ориентирован на то чтобы любить не ориентирован он утром встает и а он на что он ориентирован он ориентирован на то что ему кто-то мешает кто-то помеха он там толстый худой на него там одежда есть одежды нет но ты же живой в этот момент ты ведь живой почему не сказать себе что это человек рядом со мной родной я просыпаюсь говорю вот это самый любимый человек моей жизни почему он со мной засыпает со мной просыпается ближе для меня нет никого это человек на которую я могу рассчитывать это моя жена я встаю говорю ой ты моя хорошая она спит еще обычно я встаю рано просто в отличие от женщин женщина должна спать долго чем дольше женщина спит тем дольше она живет и будет долго молодой а мужчине наоборот нужно рано вставать и я поэтому встаю рано где-то там до восьми часов утра и ложусь правда поздно и когда я просыпаюсь что я еще занимаюсь медитацию мне медитация счастья и их очень люблю по утрам сначала я просыпаюсь лежу лежу и говорю ой как мне хорошо как мне тепло тепло мне здесь под одеяльцем тепло мне на подушке как хорошо мне приятно все хорошо потом и думал умываясь чищу зубы купаюсь бреюсь после этого сажусь медитацию и говорю до чего же хорошо и так приятно в груди и так приятно и детки меня любят и мама меня обожает и мир этот меня обожает и мир меня любит и бог меня обожает я ощущаю как бог меня любит представляю солнце она плавно говорю я отдаю себе этому солнцу отдаю себе этой любви пусть эта любовь проявится во мне не просто сижу и ощущаю как солнце все ближе и ближе и обнимает меня это моя медитация такая при этом произношу определенные слога и вот так происходит у меня настройка на то что все хорошо потом я встаю и вот чтобы не произошло для меня всегда это заканчивается для меня в уме моем моими словами все равно это хорошо ты человек вот плохо у нас это плохо да у нас это плохо но жизнь все равно идет а это значит все равно хорошо почему настройка на то что хорошо но человек должен научить себя настраивать на то что хорошо я когда-то говорил произнесите себе на протяжении дня тысячу раз слова мне нравится и ваша жизнь через один месяц изменится на 1150 процентов на 1155 процентов какая бы жизнь у вас не было найдите на протяжении дня тысячу раз слова общаясь с кем-то а не общаясь с кем-то проиговаривает о себе просто так произнося говорить эти слова еще круче не хватает энергии не хватает энергии потому что ничего не восхищает а ничего не восхищает потому что нечему восхищаться потому что все надоело а если все надоело зачем жизнь бог создал людей для того чтобы восхищались мой сын мне все время говорит что ты все время что и не скажу все время все от это да ох ты ж рю сынок у меня уже такой возраст когда восхищаться нужно потому что Чем дольше я живу, тем меньше есть вариантов, которыми я бы мог восхищаться Это ты еще можешь восхищаться, удивляясь красотой женского образа И восхищаться от зарабатывания денег А я уже восхищаюсь от того, как растут мои дети От того, как цветы или от того, как снег выпадают Или от того, что происходит вокруг Я восхищаюсь этим, восхищаюсь людьми, восхищаюсь эмоциями Восхищаюсь тем, что происходит для меня вообще вся жизнь восхищения Почему? Это одна из тайн. Чем больше восхищайся миром, тем лучше тебе будет житься и тем моложе ты будешь. Дети восхищаются с самого детства. Чем отличается ребенок от взрослого? Взрослые тире огорчаются. Дети тире восхищаются. Какая особенность и какая самая ненужная рефлексия есть у ребенка, которая объяснить с позиции физиологии практически невозможно, она необъяснима. Почему собачки и кошечки начинают за сисечку хватать и так далее, а человек и в дальнейшем они спят, потом начинают ходить, вновь ищут маму, тыкаются носиком и так далее. А что делает ребенок? Ребенок еще более беззащитным, но ребенок практически с первыми рефлексами включает рефлекс улыбки. Улыбки нет ни одного животного, которое улыбается, когда оно рождается и когда оно маленькое. Ребенок же это одни из самых первых рефлексов. Их объяснить с позиции физиологии человеческого развития и эволюции невозможно. И я могу сказать вам на 100%, если человек рождается с улыбкой, то очень часто человек умирает от горя, от боли. Так можно сказать, что человек рожден и у него есть стимул жизни, он хочет жить, он хочет улыбаться, он хочет петь, бороться, танцевать. А потом, когда люди начинают, вот как моя жена, она любит танцевать, вот у нее хорошее настроение, передо мной поскачет и там вот так вот поделает, знаете, и у нее что-то получается, и часто очень восхищаюсь этим. И мне это нравится, она и детям это делает, у нее есть эмоции, она интеллектуально-эмоциональный человек, у нее чувственный такой интеллект развитый. И это очень-очень радует всех и вдохновляет всех. А я, в отличие от нее, бубнящий, то есть у меня всегда все плохо, бур-бур-бур, дыр-дыр-дыр. Это я так шучу, на самом деле, конечно же, нет. Я тоже удивляюсь, я тоже стараюсь там поддерживать вот такую ситуацию, но я знаю, как может быть. Один радуется, другой бубнит. А бывает так, что два там, Паша, вот я сегодня был на встрече такой, и мне очень понравилась семья, они все имеют в этом мире, вообще все. Даже не так, все имею я. А они имеют много материального, причем так много, что, мне кажется, их детям, внукам, еще и правнукам и так далее, всем хватит. На много поколений причем. Так и есть. И все хорошо, но у них нет, они все время один бурчит на другого. И вот я с одним говорил, а потом с девочкой говорил, девочка бурчит, говорит, вот он не то, не так, не то, не так, и так, не то, и то, не так, и так, не то, и то, не так. Потом с ней, и она мне это, и так это, и так это, и она хочет это, и так хочет это. У вас все есть. Вы друг у друга есть. Обнимитесь. Зачем это все? Обнимитесь. Нравится, не нравится, раз Бог вас свел, живите, радуйтесь, трогайте друг друга, обнимайте. Самое важное, что есть у людей, это наличие того человека, который рядом находится, и который тебя любит. Люди начинают придумывать такую фигню, они начинают придумывать обидеться. Зачем? А он, да при чем тут это? Какая разница? Все равно никто, если человек до 40, 50, 60 или еще такого-то возраста, его мир не изменил, сам себя человек не изменил, вы думаете от того, что вы обидитесь, кто-то поменяется? Да никогда. Да вы хуже станете. Так человек рождается, улыбается и радуется, удивляется. А так человек, когда вот моя жена потанцевала, кто-то написал, она пищит как девочка, ну так она девочка, поэтому пищит. У нее волосы длинные, в рот залазят. Ну а куда им залазить этим волосам, если они распущены? А что распущены? Ну перед мужем специально распустила, начала скакать, чтобы нравиться. А как ей еще понравится, если мы друг друга 2 часа в день видим? Как она должна на меня повлиять? Ну вот и поскакала передо мной, пощебетала передо мной, волосами покрутила. А где еще ей это делать? Объясните, перед кем? А что нужно быть, как вот тот человек, который сказал? А кто сказал? Бурчащий, бурчащий, ненавидящий всех, бесконечно обижающий, полуженщина, полумужчина, человек? Почему полуженщина, полумужчина? Ну секс не нужен, все раздражают, все бабы дуры. Если, как там бабушки говорили когда-то, если женщина, то это, если мальчик, то наркоман. Если женщина, то легкого поведения, если мальчик наркоман. Люди так устроены в большинстве своем. Почему-то эта эволюция, она чем старше делает человека, тем сильнее человек огорчается. Вот огорчается, жизнью огорчается, со близкими огорчается. Вы огорчаетесь, поставьте тире, стареете. Хотите вечный эликсир молодости? Не огорчайтесь, не будете стареть. Радуйтесь, наслаждайтесь, увлекайтесь, вдохновляйтесь. Так много есть прекрасных слов. Лариса Монова. Здравствуйте, не могли бы вы намекнуть, как будет выглядеть мой будущий зять? Имейте совесть. Лена Павленко. В заклинаниях читать так же, как и мантры? Да. Здравствуйте, получится... Ну, что с вами такое? Универсер. Универсер. Классивый. Классивый универсер. Какой сер? Универсер. Понятно, сер. Получится ли анм вже? Да. Леся Барановская. Анм вже получится. Вчера читала мантры школы, как вы учили на ННС. Стали наворачиваться слезы. Можно означать, что означает. Если у человека во время чтения мантр наворачиваются слезы, это говорит о том, что сосулька в душе, она начинает по чуть-чуть таять. И это правильно. Так и должно быть. Здравствуйте, спасибо вам за то, что вы даете. Мой вопрос. Не знаю, в каком поприще искать работу. Ищите в том поприще, где вы лучше всего что-либо умеете. Я человек творческий. В творчестве, значит. Нужны деньги. Но смотрите, творческий это в чем? Допустим, если человек говорит, я человек творческий, я умею петь. Пойте для YouTube. Я умею рисовать. Рисуйте, выкладывайте в YouTube, продавайте в Telegram. Я могу вышивать. Вышивайте, делайте блог, продавайте это. Вообще могу научить. Я настолько шарю зарабатывать деньги в интернете. Вы даже не представляете, но мне это совершенно не нужно. Но я могу всему научить. Но пакет такой, чтобы начать завтра зарабатывать кучу бабла. Прям кучу, чем бы вы ни занимались. Вам для этого необходимо 4 программы. 4 программы это 100% нужна программа. Как же она называется? Называется вид.io, gptchat4, также канва и все. И мои знания. И после этого вы через месяц будете зарабатывать 1000 долларов, не выхода из бассейна. Просто в день захочется работать 6 часов. А еще по 30 долларов в месяц будет канва стоить пакет. IEO будет стоить 26 долларов. И gpt будет стоить еще полная версия 20 долларов. Вот вам нужно приготовить, вложить вернее 100 долларов еще в это. Для того, чтобы каждый день делать то, что будут и вы будете покупать, и люди. И вас просто нужно этому обучить. Я бы мог записать даже такое видео, как этому всему обучаться. Но, наверное, надо записать и продать. О, классная идея. Хотите, я такое запишу и продам вам. Как зарабатывать? Покажу даже, как это все делается. Делается это, ну, вообще идеально легко. Вообще идеально легко. Как вы еще можете так не уметь? Не понимаю. Так много всего сейчас есть. Так все востребовано. Не знаю. В какой, чем заниматься? Вообще написание статей это творчество. Публикация в YouTube это творчество. Публикация в Facebook это творчество. Ведение TikTok это творчество. Быть блогером это творчество. Это интересно. Это творчество. Просто нужно знать, как это делать и в чем это делать. Как правильно записать. Как правильно, в какой программе это сделать. Как правильно опубликовать. Где выбрать теги. Где, как это все подставить, чтобы видели вас и так далее. Это все так интересно. Это все очень. Как выбрать там можно в серпстате выбрать свою аудиторию. Выбрать свою аудиторию, которая будет слушать вас. Выбрать свою миссию. творческий человек берете гитару становитесь метро поете и зарабатываете есть еще трамвай получится у нас в этом году купить квартиру в греции нет олька чонка подскажите нужно ли моему мужу как-то пытаться уезжать из украины и переписывать имущество связи с этими событиями не нужно ему ничего не угрожает не бойтесь и все все будет хорошо виктория здрасте скажите сама инвалид начала учить вязать тапочки пойдет ли дело пойдет могут забрать им уже имущество могут здравствуйте андреевич когда я хожу по магазинам то заметила что за мной потом в магазин приходит толпа людей потому что у вас включилась солнечная энергия везения такое и со мной происходит то есть ваши чакры работают на прием скорее всего у вас в генитурном векторе очень много единичек знаете есть как он называется квадрат пифагора нумерологический и вот там есть много единичек много семерок вот если у человека чем больше единичек у человека говорят что это мега амбициозность но это не так чем больше единичек тем больше в жизни везет семерки единички особенно единички это мега везение первопричина без объяснения просто пруха везуха и вечная вечно человеку как бросают и чтобы он не делал будет вести вообще считаю это одним из самых лучших символов если у вас семь единичек то вы не мега вредный человек или не мега там доминантный человек это говорит о том что вас невероятно любят высшие силы и семерочки тоже алла примак добрый вечер андрей андреевич в одном из эфира я спросил о камнях бирюзе малахите и хризаколе не хризапразе хризакола это зелено-голубой камень и что что и должен алла примак сделать есть целая куча книжек которые я даже не знаю чем вы говорите хризакол я даже я не разбираюсь в этом вот хризапраз я знаю что это такое это зелененький прозрачный камень по моему из бериловых а хризакол даже гипотетически не могу понять что это не могу ничего сказать нет не являюсь экспертом ссоре а бриллианте спросите я расскажу меня пожалуйста такой вопрос скоро ли освободят город мелитополь очень плачевная история моих родных с большим уважением и массой скоро что вам сказать я к сожалению мог бы сказать но к сожалению не могу это сделать в силу определенных ситуаций и подписанных мной документов вы хотите чтобы я еще дальше читал для вас вот такие вебинары наверно многие скажут да но если вы хотите чтобы дальше мой канал существовал и его не блокировали как это уже было не с одной стороны не с другой давайте делать так чтобы я не был не популяризатором не участником не еще я занимаюсь эзотерикой я маленький человек я могу сказать как быть счастливым человеком освободят нет пожалуйста давайте нет не мучить меня эти скоро сева при цели я цв при пересевья здравствуйте андрей владимирович андрей владимирович уже стал понял выгрузила про брокеров мошенников нет проиграйте демьян добрый вечер можно ли себя стричь заранее спасибо можно кроме четверга в четверг и в субботу себя не стригите во все остальные дни можно фарида агаева как пройдет и першу ступень эзотерических курсов мне так интересно вся эзотерика но вы даете сейчас я прямо вот перейду сюда а смотрите вот здесь мой сайт написан дуэко гуру так вот написано переходите туда и там прямо на первой титульной странице написано первая ступень нажимаете проплачиваете смотрите смотрите как стать счастливым человеком как работает сама схема показываю первое переходите на сайт первое переходите на сайт второе скачиваете ступень третье смотрите равняется счастливая жизнь здравствуйте андрей андреевич с детства вижу лицо с правой стороны боковым зрением я чувствую что это мой ангел-хранитель подскажите как с ним выйти на контакт для общения когда вы его увидите скажите ему я разрешаю тебе себя мне показать или я разрешаю себе тебя видеть после этого говорите когда начнете его видеть можете сказать я разрешаю тебе мне говорить или я разрешаю себе тебя слышать смотрите есть либо блокировка у вас его не видеть либо у него вам себя не показывать но раз вы его видите то блокировка у вас вы говорите себе когда мелькнула говорите я разрешаю себе тебя видеть потом говорить я разрешаю себе тебя слышать и снимайте так блокировку это действительно работает потом когда надоест можете сказать я запрещаю себе тебя видеть добрый вечер андреевич и всички присутствующие из болгарии добрый вечер болгария о сын интересно тибетская магия согласен осен вы лучше и все равно какой статус главное чтоб человек был настоящим добрым и простым уважаю вас согласен алекс алекс лука получится ли у меня получить условия проживания да но не быстро каком направлении развивать сына не это не ко мне зайчики не ко мне скажите пожалуйста скажите пожалуйста церковную магию порчи снимать также как и кладбищенскую для того чтобы что-либо делать в эзотерике необходимо быть человеком который знает что он делает для того чтобы что-то снимать для того чтобы как-то работать вам необходимо пройти мой курс который называется обрядовая магия двухдневный мастер-класс перейдите на мой сайт приобретите и медленно под запись в тетрадочке все запишите что я там рассказываю как обводить что такое круг что такое ритуальная защита как обзавестись пентаклем что такое вообще работа с этими духами как появляются эти влияния как снимается как она появляется откуда берется церковное влияние или магия как появляется кладбищенская что такое духи классы духов и так далее не надо снимать одевать вы кто вы чтобы что-то снимать вы являетесь у вас статус есть вы знаете ли видите духов ну как это может быть что такое с вами в обычный человек вообще вы не снимать не видеть не одни ничего с этим делать не можете свечкой поколупайте вокруг человека ему станет легче мантру почти мантру или там если это к церковное ну почитайте господи иисусе сыне божий помилуй меня грешного есть еще до воскреснет бог расточаться в разе его и бегут от лица его ненавидящие его яка исчезает дым да исчезнут так и без и пусть исчезнут перед лицом господа бога да и так далее то есть вы можете использовать там псалом какой-нибудь и так далее если аят псалом мантру там ритуал и так далее но там много на себя не брать точно прекрасно выглядите это все мезония это все мезония она во всем виновата моя жена меня мажет кремами спасите вы купите у нее пожалуйста все эти крема чтобы она не ставила на мне эксперименты опыты я хочу стариться и быть взрослым престарелым дядькой поэтому вы купите у нее все эти мази и крема чтобы она больше не пытала меня я не люблю когда мне мажут лицо и веки и так далее мои красивые морщины теряются так не должно быть 50 лет надо выглядеть на 50 подскажите какое время нужно делать практику снятия змеиной кожи переходите в мой семинар который называется удаление зла или там или семинар который называется порчи из глаза где я рассказываю а вот этой кожи и смотрите когда в какое время сколько раз и так далее все там еще помимо этой практике еще 100 там или 200 штук разных последнее время меня ноги и руки схватывают судороги правильно адреналин что посоветуйте пропить для того чтобы не было у вас этого нужно знать от чего это это адреналин адреналин в нашем организме он связывается с кальцием именно поэтому у человека когда частый стресс у него развивается остеопороз именно поэтому человеку нужно пропить кальций магний b6 есть такие препараты кальций магний b6 просто пропейте кальций магний b6 на протяжении одного или даже двух месяцев заметно улучшится судороги исчезнут правда как будет влиять если в своем энергококоне аурида видеть звезды если в своей ауре видеть звезды об этом уже рассказывал то увеличивается энергия 1 и 2 человек становится богаче дякую завид по ведь продзвеночек будь ласочка ольга корень андрей андреевич вы большой молодец восхищена вами скажите мне хочу поменять вид своей деятельности с медика на косметолога получится да будете больше зарабатывать правильно вчера смотрела передачу про японию так они там умывались дымом скажите какое действие оказывает на нас дым нет вам показалось дым не дымом они умываются а огнем это имеет это ритуал такой хоть дымом хоть огнем это все равно приветствие огни или той энергии которая связывает человека и савитура или бога солнца таким образом человек очищает свою энергетику и действительно если человек умывается огнем или дымом что является следствием и читает мантру хим кара простого депрати тхара утги тха упадрава нитхана и это мантра саман то таким образом он очищает свою энергетику от чего очищает человека бывает так что он там выпивает алкоголь ментальные сети чужие мнения чужих людей это все цепляется к человеку вот таким образом можно очищать и об этом рассказываю на первой ступени а если мета цель стать богатой и финансово независимой как правильно ее ставить один раз или с какой-то периодичностью ежедневно мета цель ставится так человек один раз поставил мета цель придумал мета слова и дальше мета цели не думает а читает мета слова в виде мантры каждый день 108 раз так быстро к мета цели придете андрей дичь мыловарение свечки и гипсовые фигурки на чем не больше сосредоточиться на мыловарение такой колокольчик отгоняет злых духов да нет меня колокольчик без ваджи без ваджи колокольчик не отгоняет ничего злых духов не отгоняет колокольчик нет не отгоняет добрый вечер желтенький надо золотой до золотой должен быть он может не злых духов отгонять знаете что может отгонять наведенные болезни вот наведенные болезни это гипертония там вот такие добрый вечер як вылочитый плачеву биль сейчас у нас не об этом у меня в голове постоянный высокочастотный шум когда я прислушаюсь и слышу другие голоса совсем незнакомы потом усыпаю последнее что было мантра но не успел записать спасибо смотрите если вас шумы эти мучают то это говорит о том что вы скорее всего имеете заболевания а это называется шумовые или слуховые галлюцинации такие галлюцинации возникают во время ряда психических заболеваний одно из них кандинского клерамбо может быть автоматизм и это может быть допустим мдп или это может быть шизофрения или может быть любые другие заболевания которые могут развиваться и это является одним из симптоматических комплексов которые возникают во время начала заболеваний любые галлюцинации убираются как правило курсом лечения которые выписывает психиатр и ну как правило при галлюцинациях назначают либо галлоперидол и обязательно циклодол и ну циклодол обычно устраняет галлюцинации если принимать по одной таблетки 40 миллиграммов на протяжении хотя бы двух недель также я хочу сказать если такие галлюцинации вам не мешают если они вас не будят не бесят не раздражают то тогда это является вами контролируемыми звуками и по вашему желанию вы можете сказать я не хочу чтобы это было и она отключится если вы не можете этим управлять то значит есть смысл обратиться все таки в обратиться все таки к врачу и попробовать успокоить нервную систему не обижайтесь только доброго вечера зробила практику спрограммования с пляшкой чтоб человек перестал выпивать и верю сюда поможет дай боже вы за пару секунд можете просматривать людей нет быстрее доброго вечера вы сможете снова открытый свой бизнес явник упали до марина калашникова пишет вам марина 6 ступеней подскажитесь николаем у нас будут отношения чем закончится вы ставите мне и себя и меня в неловкое положение дело в том что если я скажу нет то вы что сейчас прекратите с ним общаться николаю капа а подумайте сами вот как вы потом николаю это скажете как себе объясните то есть вы ставите меня тем человеком который должен сейчас вам принять решение вместо вас и отрегулировать вашу судьбу возможно я когда-то говорил человеку знаете никогда вот песню давайте черепахи тортилы вспомним никогда не знай покоя плачь и смесь и не в попад я сама была такое тысячу лет тому назад у меня была когда-то одна знакомая больная она болела онкологией и в силу ее вот событий детей у нее не было ее звали вера и она лежала в хосписе уже доживала свои дни и очень тяжелое заболевание у нее метастаза на каждый день испытывала боли и я не мог ей не помочь потому что обещал там одному человеку и вот я к ней приезжал садился возле нее и тогда был холостой говорю ей вера о чем вы жалеете она говорит когда-то я встречалась с мужчинами с одним мужчиной встречалась другим мужчиной встречалась третьим мужчиной встречалась ко мне еще такой мужчина ходил я вечно отказывала тому отказывала того отказывала вот если бы сейчас вернуть время бы никому не отказала я бы со всеми была я бы с каждым встретилась я возможно бы каждого с каждым дружила и говорит так я об этом жалею а так жизнь моя не состоялась потому что не знаю что это со мной было то слишком гордо себя вела то как дура говорил что самой быть лучше чем с кем-то обременять свою жизнь и так далее вообще хочу вам сказать слушайте вы думаете что вы делаете события и это правильно очень часто человек делает события сам это его минус какой минус а давайте вот так подумаем если вы не знаете если вы в своей жизни не счастливы и счастье не появляется никаким образом то разве может ваши мысли помочь вам быть счастливыми и ваш выбор может ли он быть правильным если ты не счастливы с тобой что-то происходит и ты выбираешь то тогда и не счастлив будешь и что может изменить именно для этого люди придумали веру в бога они начинают себе произносить бог мне поможет я господи не ты часть моей жизни а я часть тебя сделай так помоги мне направь меня я чувствую как бог ведет меня пусть он меня обожает и все события будут от бога после этого николай участвует николай встречается николай спит с вами николай уходит ну и что это бог дал зачем он это дал почему николай не свой это бог дал для того чтобы вы осознали что нет плохих нет хороших есть бытие человеческое бытие где каждый элемент является ступенькой к другому элементу ступенькой к элементу счастья если бог дает тебе ступеньки и ты на них вступаешь то тогда это приведет тебя счастью а как люди делают бог для вас парнас такой поставил вы должны дойти к богу а вы на ступеньку становитесь горите то я не хочу и спрыгиваете как ты не хочешь ну как ты можешь не хотеть если бог для тебя это дал он тебе это создал да ешь ешь но съешь до конца съешь до конца съешь до конца съешь до конца не манипулируя этим человеком не манипулируя она поверьте мне если одна и другая сторона наелась то в дальнейшем всем от этого становится только лучше люди просто очень часто делаю так там какую-нибудь идею хорош поэтому с николаем пусть будет с николаем ничего не ломайте ничего не придумывайте ни о чем не думайте просто с радостью живите улыбайтесь будьте счастливы николай встречается встречаетесь николай ухаживает ухаживает николай обнимает обнимает николай приход приходит николай дает не женится но не женится не женится флаг ему в руки тогда если николай не женится на протяжении короткого времени ищите другого николая говорите но я же буду что-то рассчитывать еще жизнь проходит брасти андрей андреевич получит моя дочь деньги за четыре месяца работы не получит есть получит очень мало киданули ее если нет же ну может быть да ну может но не даже не полную сумму если нет желания ставить крупные цели в жизни у большинства людей я смотрю на вашу фотографию я знаю что вам не хочется уже крупных целей вы не верите в них какие крупные цели нужны человеку человек думает что ему нужны крупные цели а у бога другие задачи на вас человек говорит я хочу богатым независимый зачем будьте зависимые не богатой но живите с таким человеком который вас будет обожать обцеловывать и как на бога молиться вот так с утра до ночи говорит ты моя ириночка ты мою часть ты моё золото и дети чтобы были такие счастливые наша мама ты наша котик ты наше солнышко ты наш зайчик и чтобы все вокруг вас обожали чтобы никто не трогал хотите медитациями занимайтесь хотите там вышиваете хотите еще что-то небольшой доход небольшие там задачи не быть на свет хватает на еду хватает на жизнь хватает и рядом тот кто вас обожает что это лучше или хуже чем я сегодня видел на мерседесах приехали кстати тоже на мерседесах приехали и зашли знаете там rolex и не знаю там gucci балансиаго там и так далее и там сумочки dior и по 6000 долларов и кошельки за три за пять и свитера по 8 или там по 10 тысяч долларов и это все видно знаете и при этом такая ненависть друг другу такой знаете миллиарды а любви тонет да лучше жить в собачьей будке но в тепле даже ожидая что там плохо зато здоровым и рядом с человеком который тебя обожает у меня такие знакомые были в харьковской области не знаю сейчас какова их судьба и им было под 60 лет я приехал они в деревне были и вот она идет по огороду а он сидит на нее смотрит и в глазах его я вижу восхищение или сколько вы живете она полная такая женщина светловолосая крупненькая он худощавый такой его георгий а ее ирина по моему и вот говорит она он и она там я сейчас огурцов сейчас помидоры она побежала на этот огород каяжа попастенькая и принесла целый такая смешная выбежала с этим с этими огурцами и вот он на нее смотрит он на нее смотрел как на женщину которую он хочет и обожает или сколько вы вместе живете он говорит мы вместе живем уже 30 сколько-то там лет нашим детям уже этом по 30 лет это у нас не первые браки я говорю ну и как но горит денег не заработали но очень счастливы и у них это счастье потому что я знаю что я бы будучи на их месте не поменял бы их задачи на богатство и независимость у них прекрасная судьба и в этой судьбе у них много счастья бывают такие люди которые счастливы и даже не имея независимости и не имея богатства это люди которые нашли друг друга нашли уважение нашли любовь нашли тепло у которых есть милосердие любовь уважения которые друг другу не хамят как-то совпали такими вибрациями знаете у которых там нет завихрений никто никому ничего не доказывает друг друга уважают у каждого есть свободное время и свободное так каждый знаете люди омраченные своими эмоциями доказательством тому кто главный или кто красивее или там кто что кому должен или кто кому обязан забывают жить и забывают наслаждаться тем что они вместе так забывая наслаждаться требует чего-то знать может просто жить просто жить просто жить просто жить это очень хорошо когда там можно посмотреть ну и у человека бывает плохой нас ты бывает у человека бывает давление бывает у человека может там попа болит а может что хочешь болеть человека бывают там месячный у человека бывает аденома у человека простатит бывает у человека головная боль бывает зубная гипертония позвоночник болит сустав болит все взрослеем новости нас это человек даже грубить может ничего страшного дети тоже иногда плачут это ж не значит что нужно там обижаться по 8 по 10 месяцев ненавидеть жизнь так устроена нужно быть вот в таких семьях когда вот такие люди интеллигентные теплые друг друга обожающие ухаживающий друг за другом то большое счастье кто кто скажите мне кто проклял этих людей почему сейчас такое большое количество людей огорчено ненавидящих кто вас проклял почему люди начали так материться с чего вдруг что дает возможность употребления матов нужно и не в любви просто так молодежь зачем это зачем так хамить друг другу зачем хамить ты хоть зачем мир прекрасен в уважении это как цветок смотришь на цветок так какого хрена и затоптал боже мой будьте добрее достоевский когда-то сказал что любовь спасет мир он сказал красота спасет мир потом кто-то сказал доброта спасет мир нет нет потом кто-то любовь спасет мир иисус христос сказал красота спасет мир достоевский вот дуйко утверждает доброта этот мир сто процентов спасет сможем внучку софию дочери да купим машину в этом году до вернут мне второй потерян имейте совесть но какие чемоданы какие дни благоприятны для заключения брака мой семинар которая провел называется программирование 2024 года заходите просматриваете там все рассказал здравствуйте будет ли мир для всех живущих на планете земля да но не в этом году получаем именно наследство как она и хотела получите ученица 5 4 ступени подскажите в какой сфере деятельности разве реализоваться целительстве гадания как же тяжело обниматься если каждое утро обещает не будут пить я к вечеру опять но надеюсь когда человек пьет то делайте так вы должны знать что алкоголь это элемент который увеличивает адреналин что необходимо делать из необходимо алкоголика вылечить чем давайте ему кальций в таблетках прямо глюканат кальция купите и давайте в таблетках давайте ему магний в таблетках есть такое кардиомагнил тоже давайте по одной кальций давайте ему глюканат кальция по две таблетки три раза в день или две таблетки утром две вечером он с удовольствием будет пить дальше давайте ему кардиомагнил тоже по две таблетки два или даже три раза в день дальше давайте ему какое-нибудь успокаивающее каким может быть успокаивающее но я не имею права конечно говорить но можно попробовать знаете какое вещество там адаптол допустим по пол таблетки утром и вечером я прохожу курс торговли на amazon маркете как посредник возможно не имею своего личного товара с помощью эзотерики влиять на продажу онлайн влиять можно но денег вы на этом вячеслав не заработать и почему огромный пласт информации вам необходимо изучить и после этого год или даже несколько лет отработать на том чтобы всего все это отработать и уже аж после этого начать зарабатывать если вы думаете что вы сейчас пройдете быстро начнете зарабатывать то это не так там я владею так такой огромной просто палитра информации будучи человеком очень образованным включая вот эту систему но я могу сказать что я даже не даже не стартую на amazon вообще не стартую без шансов просто ваша жена очень красиво мне тоже нравится да валентина пилипей пилипей здрасте как много информации обо всем где она помещается в вас я в ней живу как можно купить программирование перейти вот сюда и там найти программирование 2024 и пройти программирование 2004 года работает весь год поэтому можете в любое время его пройти и проходить а уже 1908 надо заканчивать татьяна андрей андреевич болит спина и живот не могут поставить диагноз просматривая вас могу сказать что у вас дискинезия желчных протоков и общий холецистит и болит у вас воспаление желчного пузыря что необходимо принимать принимайте аллахол а также принимайте витамин к-2 начнете принимать и не будет болеть у мужа после укола позвоночник теперь постоянно болит правая нога очень мучается что нужно сделать чем помочь ему что нужно предпринимать что вылечить не сейчас об этом я в восторге благодарю спасибо как же приятно вас видеть и слышать и мне приятно было и видеть и слышать очень хороший получился вебинар интересные были идеи такие мне не хотелось никого воспитывать я могу сказать что все мои идеи которые возникли которых я я которых я сегодня сказал об этих всех идеях я часто рассказываю на своей первой обновленной ступени за триской школы кайлас проходите мою эзотеристскую школу кайлас обновленную версию там полностью видоизмененного и подача информация как раз адаптированная к 2024 году это совершенно новая ступень с на вершина новыми идеями это как прочитать много-много томов эзотерики и быть на вершине самой индивидуальной самой восхитительной самой быстрой эзотерики эзотерики полета человека над землей то есть хотите себе крылья хотите чтобы жизнь ваша была пульсирующим быстрым видом или чередой событий самых удивительных прекрасных красивых хотите изменить себя и своих близких тогда начинайте именно с этой ступени с основы эзотерики далее я не хочу никого обучать на самом деле мое желание поделиться вам с вами персональным опытом и когда я говорю там вот так или так то я не говорю что именно так нужно это просто мой опыт и я даже хочу вам сказать что я ни при чем я бы не хотел вас там подталкивать к изменениям заставляет вы что-то делаете лично что как хотите это вообще не мое дело вот я сегодня сказал там о том что нужно как-то жить нужно как-то жить чтобы быть счастливым по моему мнению человек может так жить чтобы быть счастливым но дело в том что это мое мнение а я уверен что этот мир он не разделен только на таких людей как я он разделен на таких людей как я у которых есть одни ценности кстати я очень часто горжусь тем что у меня другие ценности отличающиеся от ценностей тех людей которые мне пишут потому что очень часто те люди которые мне пишут пишут там ты такой или там а вот так и так и я просматривая их жизни или просматривая их аккаунты могу сказать что у них такие ценности что даже у меня возникает гордость что они меня не любят да мне возникает гордость я рад от того что есть такие люди с такими ценностями которые никогда не приклеиваются ни ко мне ни к моей школе что такое ко мне не приклеится это говорит о том что я все-таки хороший человек видимо уже до а раньше приклеивались люди добровольно очень часто выбирают для себя путь одни люди выбирают путь страданий другие люди выбирают для себя путь радости я в свое время тоже выбирал путь страданий и тонул бесконечно всем жаловался на всех был злоем злым всех ненавидел всему завидовал и этот путь он нельзя сказать чтобы у меня не было денег у меня очень хорошая цифровая мандала или цифровая карта в жизни мне как-то повезло с финансами и с умом и с хорошим рождением и со всем остальным но не повезло с характером характер был очень такой властные жесткие и всегда всему там то завидовал то мне бесило то раздражало то бурчал и вот возрасте уже 30 лет имею уже и квартиру и в общем-то и отношений все остальное я замучил всех поджа бурчал на всех и вот знаете я могу сказать через призму своей жизни свои достижения нет они не касаются материального благополучия хотя с этим тоже хорошо моими достижениями является то что я нашел для себя возможность радоваться жизни я нашел возможность находить возможности радости находить возможности ощущения того что я живу и мне нравится удивление мне нравится это большое счастье обучаться большое счастье что-то делать большое счастье интересоваться большое счастье читать и спать и большое счастье медитациями заниматься и большое счастье стремиться к чему-то и большой части иметь учеников и большое счастье что-то писать для кого-то большое счастье понимать что ты можешь подарить часть своей жизни часть своей судьбы и быть кому-то полезным это большое счастье знать это знаете вообще иметь огромное количество друзей ведь у меня сотни тысяч друзей все люди которые на моем канале все не накручены это все настоящие люди и из-за того что это настоящие люди ну хотя бы 10 процентов из этих людей является моими друзьями а это добрых 60 тысяч человек это большое счастье что есть у меня друзья я вас считаю друзьями это большое счастье хотите одно из правил материального благополучия одно из правил материального благополучия звучит так чем больше у тебя друзей в твоей жизни тем ты будешь богаче поэтому одна одна из систем или возможности увеличивать для себя материальное благополучие не стремится к тому чтобы зарабатывать а стремится к тому чтобы или а тебе или тебя или с тобой хотела быть знакомая большое количество людей или знали о тебе именно поэтому и существует вот youtube где можно о себе сказать или высказать свое мнение существуют социальные сети где мы занимаемся ничем другим как-то просто постоянно ищем друзей и хотим с кем-то дружить как люди которые хотят кого-то поддержать быть для кого-то полезными и вот таким образом как сказал иисус христос дарить свою любовь братьям и сестрам поэтому а вы мне друзья надеюсь туда поэтому в тот момент когда закончится данный вебинар обязательно подпишитесь на мой канал обязательно добавьтесь мне в друзья и обязательно напишите свой комментарий подданным видео и еще